Слушайте радио Крым Реалий на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днём в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалий, 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. С вами радио Крым Реалий, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем этим утром 16 апреля самые важные темы. Итак, следующая получасовка у нас – это генеральный план города Севастополя. Напомню, что чуть меньше года назад, 27 мая, там прошёл самый значительный, как писали даже российские средства массовой информации, митинг после 2014 года. Ну вот, собственно, а что же происходит с генеральным планом? И почему очень многие люди боятся, что теперь их дачи, дома и участки окажутся под властью военных? Вот это всё мы будем с вами обсуждать в ближайшие 25 минут. Начинаем? Тема дня. Итак, тема дня. Генеральный план развития города Севастополя. Без генплана, наверное, действительно сложно проводить градостроительную и градоупорядочивательную, извините за такой неологизм слова, да, деятельность сложно проводить. Вопрос-то в чём? Что этот генплан обычно в европейских городах, причём это возникло ещё, насколько мне известно, с 15 века, когда начало появляться вот то, что называется Магдебургское право, право на самоопределение жителей городов. Так вот, примерно с 15 века в Западной Европе генплан — это продукт компромисса между тем, что нужно в рамках этого города для, там, я не знаю, бизнеса, что нужно для инфраструктуры, что нужно для производства, что нужно для жителей, что нужно для курортной инфраструктуры, что нужно для того, чтобы город чувствовал себя комфортно и развивался органично. Вот для этого существует генеральный план. Около года назад в Крыму, в Севастополе, прошли очень массовые митинги против, собственно говоря, принятия нового генерального плана Севастополя. Тогда пообещали, что все пожелания гражданских общественностей, гражданских лиц будут учтены. И вот сейчас этот генеральный план вроде как снова собираются принимать, но теперь, во-первых, непонятно, сколько чего учтено, а во-вторых, второй раз его обсуждать никто не будет. А план вывешен просто для ознакомления. Вот это все мы будем с вами, в том числе, обсуждать, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, контакты. 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Еще есть возможность писать в наши трансляции, писать свои комментарии в Фейсбуке и Ютубе. У нас есть Твиттер, в который можно писать и даже предлагать свои темы программ. Ну и номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 29 05. Сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги. Крым в центре внимания. Борьба за землю. В декабре прошлого года жители Севастополя в очередной раз вышли на акцию протеста против проекта нового генплана города. Частную собственность на земельных участках, выданных местным жителям еще до 2014 года, российские власти города назвали самостроями. Теперь целые районы с жилыми домами планируют отдать под многоквартирные застройки, природоохранные зоны или в распоряжении Минобороны России. Некоторые участники митинга рассказали журналистам Крымреали, что намерены жаловаться на действия городских властей президенту России Владимиру Путину. Обращаться к Путину, писать, ехать. Я не знаю, что надо делать для того, чтобы нам поставили нормального человека, героя, любящего свою родину и свой город. Я еще раз повторяю, если бы эта земля понадобилась моему государству, России, я бы отдала его, но я больше чем уверена, что это достанется какому-то олигарху. Мы очень хотим быть в России, но то, что нам представили такое руководство, которое ничего не делает в Севастополе, ни в плане образования, ни в плане медицины, ни в плане ЖКХ, в плане социальных вопросов, ни в чем. Нас не слышат. Мы предлагаем какие-то проекты, нас все равно демонтируют НТО или еще что-то делают. Нас не слышат. В конце концов, как мы еще должны? Мы ищем формы. Я что, должен бояться жить в своей стране? Да, нарушили работники полиции. Кто-то может меня запугать, запретить мне делать то, что мне разрешено законом. Конфликт интересов севастопольцев и подконтрольных Кремлю властей города длится не первый год. Одна из наиболее масштабных акций против отъема земель состоялась в мае 2017-го. Ее поддержали тысячи севастопольцев. Все, что при Украине люди получили, правительство Севастополя пытается это оспорить. Севастополь – это не Россия. В итоге, летом 2017-го российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников заявил о решении пересмотреть генплан. Тогда он обещал учесть требования жителей города и провести повторное публичное обсуждение по документу. В связи с этим срок утверждения генплана сдвинули на первую половину 2018-го года. В свою очередь, российский глава Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Марина Ракова в апреле этого года заявила, после изменений следует и процедура согласования документов. Однако, будут ли проведены общественные слушания, не уточнила. У нас была бурная дискуссия. Необходимо ли проводить повторное согласование этого документа? Или мы можем использовать те заключения, которые были получены в начале 2017-го? В итоге пришли к решению. При таком количестве изменений документ необходимо согласовывать заново и с Минкультом, и с Минобороны, и с другими ведомствами. Поэтому апрель, май, июнь для нас самая жаркая погода, когда предстоит провести большую работу по согласованию генплана. По словам Ракова, документ вскоре появится в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Обновленный генплан планируют утвердить летом этого года. Крым в центре внимания Не просто Крым, но и Севастополь в центре внимания. Говорим о генплане города Севастополя, о том, как столкнулись интересы чиновников Министерства обороны, в том числе Российской Федерации. Потому что часть земель, которые в так называемом обновленном генплане, точнее до его публикации, они принадлежали людям эти земли, потом они отошли либо в природоохранные зоны, либо в зоны ответственности Министерства обороны. Вот это все сейчас обсуждаем, в том числе с людьми, которые в этом разбираются непосредственно на месте. Ленур Усманов, активист, с нами на связи. Ленур, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, по вашим данным, насколько действительно учли пожелания местных жителей и есть ли возможность для компромисса? Потому что по той информации, которая есть у меня, огромное количество людей теряют свои участки, теряют свои дома. Все правильно. На самом деле данный генплан развития города Севастополя воспринимается жителями Севастополя как план выдавливания местных жителей с их земель. Так как в одностороннем порядке правительство Овсяниково определило эти земли как особо охраняемая территория, либо зона лесного фонда, без учета условий того, что на этих землях люди уже проживают десятилетиями. И я бы даже сказал, что те общественные слушания, которые прошли, те 9 тысяч замечаний, которые были представлены севастопольцами, они не то что не учтены, а по сути дела проигнорированы. И один из таких ярчайших примеров это СТ Родник, Садовое товарищество, где они собирались на территории самого Родника, по самому центру этого Родника, произвести дорогу местного значения под названием Таврида, хотя она там не нужна, и затрагивало на тот момент 50 домовладений. Но только после того, когда они учли все пожелания, и вместо того, чтобы сделать объездную и не трогать сам этот кооператив дачный, теперь это касается уже более 150 домов. Причем будет идти не, как говорится, полный снос этих домов, а частичный. Каким образом можно дом снести на четверть и будет выплачивать компенсацию по 500-600 тысяч рублей? Им говорят, что это с точки зрения здравого смысла нереально. Дом нельзя рушить на четверть, на треть, на пятую часть. Он целый, как взять часть машины и срезать. Иными словами, все, что сейчас происходит и происходило, идет фактическое ущемление прав севастопольцев без компенсации, без предоставления альтернативы, без учета вообще их мнений. И самое главное, все это делается только с одной целью – для последующей перепродажи этой земли третьим лицам. То есть под соусом генплана вытавливают местных жителей, а потом уже под видом плана развития города Севастополя эти земли будут выводиться из особо охраняемых территорий, из лесных территорий и иных, которые они там себе понамечали, в том числе из земли Министерства обороны. Мало того, что Черноморский флот Российской Федерации, он, по сути дела, все это время арендовал ту территорию, которая являлась лишь малой частью земель Министерства обороны СССР. Остальную часть земель Министерства обороны СССР не арендовала, а использовала Министерство обороны Украины. Но в последующем, за годы сокращения воинских частей, эти земли стали непригодны по целевому назначению. И Министерство обороны Украины эти земли отдавало Севастопольскому городской администрации Украины. Кстати, вот сразу, можно сразу перебью немножко, но вот вопрос, смотрите, в 2014 году, когда происходили в том числе массовые митинги в Севастополе, я очень хорошо помню обещание, что вот все акты на землю, вся собственность и все-все-все-все-все, что было произведено украинской властью, будет однозначно признано и никаких проблем у жителей не будет. Вот сейчас, по-вашему, те, кто тогда поверил в эти объявления, обращают на них внимание? Конечно, обращают люди, находятся в полном недоумении. По сути дела, игнорируются и нарушаются, самое главное, их конституционные права. Ведь в 6-м конституционном законе о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации недвусмысленно сказано о признании документов, выданные госорганами Украины. А в пункте 12.1 сказано о том, что не требует подтверждения от российских органов власти. То есть недвусмысленно говорится о том, что они обязаны признавать, и людям не нужно дополнительно что-то подтверждать, свое некое право. А в данном случае происходит правовая диверсия. Я бы в открытую сказал, что идет юридический геноцид, социально-юридический геноцид, когда идет процесс манипуляции законами, должностью и интересами отдельных чиновников в противовес севастопольцам. И люди чувствуют полное бесправие. В том числе и я сам пострадал от данного бесправила. Более того, данные суды, они абсолютно незаконны. Судьи не могут подтвердить свои полномочия, так как их назначают согласно указу президента. Но когда я потребовал, предоставьте мне хоть один указ президента назначения вас на должность за подписью президента и с печатью, никто не смог подтвердить. Ни по Крыму, ни по Севастополю. Хорошо. Аленур, останьтесь, пожалуйста, на линии. Да, мы сейчас еще к судебному вопросу вернемся. Я просто хотел подключить к нашему разговору журналиста из Севастополя, Давида Акселерода. Давид, доброе утро. Доброе. Ну вот к вам сразу, поскольку уже зашел вопрос о судах, да, насколько мне понятно, генплан, он в принципе выражает некую компромиссную, ну или волевую, да, стратегию развития города. И то, что сейчас часть земель, которые находятся в пользовании или во владении, собственно говоря, севастопольцами, передается, например, на нужды природоохранного фонда или министерства обороны, означает, что данные министерства важнее или там для города важнее, чтобы территория эта развивалась именно так. Насколько, я не знаю, правомочны или, скажем так, подтверждаются или, возможно, да, теории, о которой сказал в том числе наш собеседник, о том, что, скорее всего, эти земли изымаются у граждан только для того, чтобы их потом перепродать уже нужным людям? Ну, вы знаете, я думаю, что поскольку существует, ну, я как журналист, я буду смотреть на это немного со стороны, поскольку существуют две противоборствующие стороны, в частности, правительство Севастополя и люди, которые пострадали или, возможно, пострадают от вот этих мероприятий, связанных с изъятием земельных участков, существуют две позиции. Соответственно, правительство утверждает, что у людей нет прав на эти участки, нет фактических прав, поскольку, допустим, документы, выданные при Украине, были или поддельными, или выдавались некомпетентными органами, или их вообще обнаружить сейчас невозможно. То есть правительство таким образом прогументирует свою позицию, выигрывая при этом суды, и, конечно, ну, по впечатлению, это, ну, такое конверное правосудие достаточно, но я, опять же, не буду давать своих оценок. Вот, активисты, люди, которые пытаются бороться в публичной плоскости, в том числе за свои права, они утверждают и декларируют вот такую позицию, которую заявил Ленур только что. Поэтому я не готов пока давать каких-то публичных оценок этому, потому что существуют две страны, конфликт которых пока что находится в самом разгаре. Хорошо, а вот насколько, кстати, вы же все равно общаетесь с представителями, в том числе городской власти, насколько вот тот факт, что люди вышли на митинги в семнадцатом году, ну, вот в конце мая, двадцать седьмого мая был очень массовый митинг, если я правильно помню, да, насколько вот эта активность, она, ну, я не знаю, пугает или заставляет городскую власть все-таки что-то пересмотреть, потому что Ленур утверждает, что никакие предложения от общественности не были учтены. Ну, тогда, насколько я помню, власть, исполнительная власть, в частности, испугалась и испугалась достаточно сильно, потому что, ну, переносить такие глобальные решения, которым готовятся, в частности, от утверждения генплана, это нужна политическая воля в определенном смысле, эта воля была проявлена в том числе и благодаря политическому давлению, которое было учинено активистами, организовавшими этот митинг, активистами, которые сумели вывести людей на улицу. Но, опять же, тут следует понимать, что все это проходило на фоне предстоящих выборов. В первую очередь, на фоне выборов самого Овсядникова, который на тот момент еще не легитимизировал, так скажем, путем народного голосования, который был еще на тот момент с приставкой ИО. И, возможно, ему не нужен был лишний скандал, очень крупный. В итоге он все равно его получил, но и выборы выиграл, как мы видим. Вот. Насколько сейчас будут иметь практический эффект эти протесты, это вопрос. Потому что правительство Овсядникова после выборов, особенно, закрывается очень сильно. То есть какие-то прозрачные механизмы общения с правительством, в том числе и прессы, и каких-то гражданских, политически активных людей, они схлопываются, и достучаться до этого правительства становится все сложнее. Вот. Тем не менее, Овсядников сейчас всенародно избранный губернатор, и есть ли ему смысл как бы идти на эти политические компромиссы, на которые он пошел в прошлом году, это вопрос. Я склоняюсь к тому, что компромиссов не будет. Компромиссов не будет. Вернусь к Ленуру Усманову. Это активист, который занимается вопросами изъятия земель в Севастополе в рамках нового подготовленного генерального плана. Ленур, скажите, обычно мы наблюдаем это по разным ситуациям. Когда возникает какое-то общественное движение, которое против каких-то действий той же местной власти, то сразу начинаются и кампании по дискредитации самих активистов. Вы не замечали, что вот против вас или против других людей, которые выступают против генплана, уже началась какая-то дискредитационная кампания? Конечно, замечаю. Постоянно идут процессы информационного воздействия, В том числе, по моим данным, Единая Россия или так и называемые сотрудники, либо кто-то из них выпустили журнал липовый, где указали, якобы чуть ли я не олигарх, владелец десятков гектар земли. Поэтому Усманов борется за свои миллионы, а не за 10 соток, как он утверждает. Более того, Акселерот немного не в курсе, что митинг, который проходил 27 мая, организатором был Усманов. Акция одиночных пикетов, которые были по Севастополе, организатором был тоже Усманов. В том числе и к приезду президента. Здесь важно подчеркнуть, что и все общественные слушания, которые были во всех муниципалитетах, в четырех из них зачитывали четвертый мой же протокол. Я был организатор всех этих мероприятий. Но важно подчеркнуть другое, что правительство Севастополя Российской Федерации, как новый образованный субъект права, не является правоприемником государства Украины, в том числе территории СГГА и все его действия не могут быть оспорены. На суде, я так называемый судья Нашкиной так и обратился. Я говорю, вы знаете, основание, дающее мне право утверждать, что я являюсь владельцем этого земельного участка, и что эта земля принадлежит мне, это тот документ, который выдан государственным органам Украины. Если вы считаете, что он поддельный, то возбудите против меня и тысяч севастопольцев уголовное дело по факту фальсификации документов. А также второе уголовное дело против тысяч севастопольцев, в том числе и против меня, прямо сейчас, за факт незаконного захвата чужого имущества в особо крупных размерах, так как земля является ценной, она оценивается миллионы, и поэтому возбудите против нас уголовные дела. Если вы считаете, что мы совершили какое-то юридическое преступление, мы вам не как в Крыму крымские татары, которые действительно совершили факт самозахвата, считая это самовозвратом, сами себе выдали какие-то ордена на эти земли, и требуют от правительства легализации этой земли. И что самое поразительное, им эту землю легализуют, пусть не всем, пусть и честно, но сам факт, там у них нет никаких прав, абсолютно на птичьих правах, но землю им дают. Мы на всех законных основаниях прошли всю процедуру, я прекрасно помню, когда я писал заявление на предоставление земельного участка в 2009-2010 году, меня даже СБУ проверяло, нет ли Усманова земли, он же требует получить бесплатно земельный участок на общем основании, как и все остальные севастопольцы, крымчане, в том числе и киевляне тоже в этом кооперативе есть. А как оказалось, нет, другой земли нет. Поэтому говорить о том, что правительство Севастополя имеет какие-то права на эти земли, абсолютно не имеет. Хорошо, я вас перебью, потому что у нас не так много времени, Ленур, извините. Последний вопрос к вам. Вот Давид сказал, что он не предполагает, что будет какой-то компромисс, то есть что пойдет на компромисс вот тоже Министерство обороны или Министерство экологии, да, и, соответственно, севастопольская городская власть. Вы ожидаете, что будет какой-то компромисс или нет, и в каждом конкретном случае что вы собираетесь делать? В любом случае мы будем проводить акции пикетов и митинги, потому что то, что происходит, это уже неприкрытый процесс социального геноцида, игнорируются интересы людей, полностью, по сути дела, отпариваются решения, выданные госорганами Украины. Мало того, мы прекрасно понимаем даже те кооперативы, которые попали под изъятие ввиду того, что это лесные земли, сейчас благополучно пытаются их отдать третьим лицам под коммерческую застройку элитных поселков. То есть это не нужно государству, это от имени государства происходит злоупотребление чиновниками Севастополя, в частности, именно Овсяниковым. И Овсяников, к сожалению, либо к счастью, не является народным мэром, а мэром, выбранным благодаря этим, как его, солдатам Черноморского флота, которые, по сути дела, здесь никогда не проживали, а находятся на временном... Да, спасибо, Ленур, извините, очень мало времени. Просто Давид Асселюрат стоит еще с нами на связи, журналист из Севастополя. Давид, к вам тоже последний вопрос. Как вы считаете, вот Ленур сказал, что в любом случае будут проводиться акции, пикеты, митинги и так далее. Вот это поможет в данном случае, раз уж власть избрана, и даже президентские выборы прошли, чего бояться-то теперь? Да в том-то и дело, что нечего бояться. Я хочу еще немножко ответить на предыдущую ромарку, что да, я в курсе о том, что именно Ленур Усманов является организатором или являлся организатором этих массовых акций. И я непременно уверен, что он будет пытаться организовать их еще раз. И возможно, чтобы было без лишнего шума, у нас тут так принято, ему и согласуют эти акции. Другой вопрос в итогах. Я не уверен, я не хочу как бы спекулировать, может быть, на каких-то фактах, но я не уверен, что активисты даже многочисленными митингами смогут чего-то добиться. Возможно, организовав какое-то, ну, предположительно, беспрецедентное политическое давление, можно будет заставить правительство хотя бы презентовать этот генплан и обсуждать его, но это что-то из области какого-то идеального мира, мне кажется. Из области идеального мира, хорошо. Вы же разбирались с особенностями этого самого генерального плана. Как вы считаете, если посмотреть на него формально, то есть не учитывать вот этих всех возможных или предполагаемых процессов перепродажи потом этой собственности, если смотреть вот формально на генплан, то во что должен расти Севастополь? Это Севастополь, в котором вырастает количество, я не знаю, военных земель, а соответственно, военнослужащих и военных баз? Или это вопрос усиления природоохранных зон? Или это наведение порядка и уничтожение какой-то хаотической частной застройки? Вот как он выглядит по-вашему, ну, если смотреть на него только как на документ? Ну, вы знаете, я подметил бы две составляющие сейчас. Наверное, их больше, потому что все-таки генплан – это достаточно большой документ. Но я отметил бы то, на что делается акцент. Это развитие индустриального парка, в частности, на котором уже по сообщениям корпорации развития Севастополя уже две площадки необходимы. И я подметил действительно возвращение, активное достаточно возвращение земли в природоохранную, заповедную, в заповедный статус природоохранный, в статус заказников. Но тут, опять же, правительство, которое как бы пришло на той волне, ну, как бы оппонирование негласного Миняйла, который отказывался эту землю вносить в статус природоохранных, правительство сейчас, в принципе, повторяет его путь. И тоже уже есть определенные, как я понимаю, между собой щеки с застройщиком. И эта проблема ЛАСПИ известная. Но, тем не менее, за это время, насколько вот так можно судить, достаточно большое количество земель вернулись в собственность города. И впоследствии им был придан статус особо охраняемой природной территории. Вот. То есть я подметил вот эти два момента. В то же время, ну, присутствует в Генплане там и многоквартирная застройка, и одноэтажная застройка. Но просто это, я так понимаю, что это пытаются просто упорядочить. Пытаются упорядочить, чтобы проводили впоследствии эту застройку на территориях, которые не обременены определенным статусом. Вот. Я не заметил роста, сильного роста земель военного назначения или земель, принадлежащих Министерству обороны. Но в то же время, опять же, желания очевидны. Желания очевидны. Простите, заканчивается у нас получасовка. Давид Акселерос, журналист из Севастополя, был с нами на связи. Обсуждали генеральный план вот этого самого Севастополя и митинги, и акции протеста, которые возможны, поскольку много сот людей теряют свои участки. Например, радио Крымреалии. Павел Новиков. Мы с вами обязательно услышимся после короткой паузы. Редактор субтитров А.Семкин